здравствуйте друзья здрасте здрасте у нас набирается я смотрю аудитория быстренько так я думаю то что надо какие-нибудь очки мне прихватить чтоб легче читать с экрана ну-ка пошли о добрый вечер одесса на связи так заходите чё там у нас в перископе мы тут конференцируем показать вас в перископе давайте давайте пока немного 40 человек уже смотрят до 40 уже смотрят так представляйтесь здравствуйте перископ меня зовут сергей так сергей прибывший вчера только прибыл в калифорнии из россии так откуда из россии прибыл из москвы приехал в самаре в москве жил последнее время вот из твери нас приветствует видео сергей видео сергея будет спрашивать даже не знает ни ко мне вопрос как но вы не отказываетесь снимать я не против да я сам смотрел видео мне больше всего нравились видео с живыми людьми кто приезжал да ну что же хорошо так а вы что принесли так эту бумажечку как бы хотел сказать что ну в принципе вот мне тут назначили несколько уроков на которые надо прийти да хотел сказать вам что то есть непонятно мне что дальше то делал то есть вот mobile applications нет ну подойдите вы начните с того чтобы завтра вы начните с жилья устраивать жилье вроде да я вам договорил что посмотрю какие-то квартиры сегодня да здесь человек только приехал ему жилье нужно значит займитесь жильем сейчас для вас и главное не на уроки ходить а главное обустроить свой быт и чтобы дальше могли сосредоточиться на уроки что уроки идут с большим количеством домашних заданий днепропетровск у нас здоровенький булы днепропетровск здоровенько по какой визе по какой визе вы приехали выиграл гринкарту при долго играли обычно спрашивают с третьего раза выиграл третий год третий год как таню таню все танец таня нормально из донецка если рекрутер просит прислать фото а иди это безопасно но если девушка симпатичная то может быть небезопасно вот но если индус например просит да почему не он есть века вы есть века ну конечно есть он века смотрим из твери да я же тверской фактически в сущности я же там университете учился я я выпускник тверского госуниверситета математического факультета года эдак 80 боюсь собрать третьего да еще не родился но не родился ничего страшного потом родились урал с нами тут там самоцветы еще есть на урале или все или уже все выкопали вы скажите надо знать так вот с урала с урала если уже смысл вырали мы же не знаем есть самоцветы так но наверное все не выкопаешь все не выкопать вот тем более это из дайтона бич ну дайтона бич это уж тут совсем рядом бока ратон тут у нас из флориды народ посыпался значит 30 нету 30 есть 31 31 у него 84 родился холостой что ли да девчонки холостой только на местные уже да да местные если девушки местные то вот пожалуйста киев майами муромцев а шо вы как вы оказались дублин а это наш дублин я взять у нас свой дублин есть да я уже испугался думаю как же наш муромцев в дублине то книгу наши читают а можно ваш линк в вк как вас найти вконтакте а можно поискать так ай а тут написать никак нельзя ничего не написать но местные в смысле американки имеется ввиду которые живут уже в америке до а ждут на связи аж аж до это в израиле это в израиле привет из сиэтла нам пожалуйста у меня небольшое окошечко образовалась значит я в два часа у меня appointment а сейчас вот если вам не видно моих часов на стене сейчас 35 минут второго а почему вам не видно моих часов давайте вам покажу мои часы чтобы вы не думали что у меня часов нету или какие-то они не такие вот у меня там в углу часы видите вот вот у нас сергей викуся сейчас какая-то викуся не понял из питера с уважением нам и привет с уважением из хьюстона нам пишут друзья велика и широка и разнообразная география нашего перископания да я может быть на свой экран сейчас выведу что-нибудь сейчас а то у меня там форум мой с вопросами а мы туда вы видим сейчас перископ вот смотрите вот это мой перископ а это а где наш трансляция я не понял все это же что это вы тут это вы тут и вот видите себя встанье а здесь где вы везде здесь крупнее на экране здесь вот когда выходит вопросы они крупнее из фред рекурсия это слово какой я вот одним глазом присутствует и так я такой коварный в москве сейчас серая зима из какого района москвы сергей вы из какого я жил около повелецкого вокзала ой давай что а я жил в лефортово знаете ли форту метровая моторная бауманская там нет я год прожил только слышу конечно повелецкого вокзала до в одессе тоже холодно в одессе тоже холодно привет из rapid city я сказать даже не знаю где этот такой шустрый сити то а в твери снежок выпал красота как там в твери с девчонками вы сказать я помню там когда университете учился это просто было иваново просто отдыхала рядом не стояла там прямо вот так идешь по улице там народные гуляния одни девчонки идут там 20 штук между ними там один мальчик затерявшийся симпатичный нам девочка натаник с миссури то что девчонки на вас это на большой татарской жил или где плехановская академия плехановская видимо в днепре почти весна сконвертируйте вашу книгу куда-то я не понял куда харьков на связи кем сергей работал в москве вот вопрос работал вообще как институт закончил работал в нефтяной отрасли 10 лет проработал так вышел там качали нефть ну уже в москве работал типа менеджер менеджер чего отвечал за технические вопросы нашей компании компания производила химреагенты для нефтяников ну то есть нефтяники реально пользовались не рост нефть вот спрашивает нет нет не рост нефть компания называется налка чемпион ну не очень много кто знает так киев тоже на связи всем привет вот вам из киева тоже привет там тоже девчонки симпатичные и в москве и они нарядные еще там все да намажется 150 страниц взахлеб человек прочитал моих мемуаров как раз читаю вашу книгу спасибо за мотивацию а я думал знаете честно говоря что столько лет прошло что как-то уже знаете актуальность теряется какие-то реалии которых больше нет что за книга а мемуар я написал я четыре года назад его написал под любым видео которое я делаю есть ссылка на этот мемуар история адаптации это вот называется а сейчас вышла бумажная книжка но это не то же самое что на форуме а где вашу книгу а под любым видео нашим которое вы видите есть ссылка на нашу книгу а вы читали балашова как стать авантюристом нет значит я больше писатель чем читатель читая так больше на ходу из интернета привет от израильского тельран о как люди меняются одни приходят другие приходят вот всем интересно одни приходят другие приходят блин но как эту грин карту народ выиграет вот расскажите как вы выиграете может быть девушка какая-то участвовала ну как надо заполнять просто и надеется но вы как-то может быть по-особенному заполняли может быть его приговаривали можно просто уже перестать рассчитывать на нее и надеть так в этот раз я играл я даже уже не рассчитывал что я выграю я стоял напоминание телефоне каждый каждый год начале октября я получал напоминание уже на автомате заполнял без особой то есть надо снизить важность снизить важность искать другие пути да вот человек я со второго раза выиграл ведь как а есть такие что мало то что с первого сколько лет три года заполнял да да говорим про иди читай как выиграть надо перестать как быть бородянский год да надо не давать так много важности этому всему отпустить надо дать ему само а я семь лет проигрывал ну может быть в другом выиграть не везет мне в смерти повезет в любви может вам в любви я вообще заполнила и забыла потом бац вот и ласточка моя также было и потом бац и все да и даже еще сомневался честно говоря да если бы не мы вот с нашей школы так многие люди бы и не поехали потому что у них не было ответа на вопрос и что дальше ну приеду я и что а так уже как-то появилась ясность ну приеду я и тогда партнол компьютерскую жду бац а это хорошо да и как в одесской песне подстоц перевертоц не слышали не играл в лотерею жду апреля эта песня как бабушка налет пережила тоц-тоц перевертоц бабушка здорово тоц-тоц перевертоц кушает компот поц-тоц перевертоц и мечтает снова тоц-тоц-тоц перевертоц пережить налет смотрите там лайки пошли лайки хорошая песня мурен ласточка шо ж вы во флориде то я вот сюда выношу же такая муреночка и не у нас тут мы бы с вами кино сняли Харьков в этом году играть начнем вот я скажу лучше поздно чем никогда лучше поздно как бы не отменили только эту лотерею стоит ли выбрать конкретное направление и развиваться в качестве пм шо вам сказать ну развивайтесь надо в чем-то быть крутым я бы так сказал что такое пм project manager видимо я думаю что project manager если вы только приедете откуда-то то project manager вас все равно не возьмут да это и не должно быть Михаил я написал не апрель а жду апрува 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 он ждет это лучше чем апреля апрель приходит и уходит апрув получил и приехал это хорошо мне апрув больше нравится что я только вопрос задаю а что за апрув то имеется ну на визу на визу или один привет из водкинска родины чайковского а там шо водка есть водкинск по идее должно быть много водки апреля тоже ждать неплохо я жду апреля как соловей лет у меня день рождения в апреле мне будет 60 лет вот это вот год огненные обезьяны это мой год со скольких лет начал играть грин карту ну послушайте что три раза играла ему 31 водка это река ты представляешь целая река водки друзья она только водка ну я думаю что чайковскому детство у него прошло в хорошей обстановке привет с родины ленина сибирск перевертос в жизни нашей семьи произошел благодаря михаилу ласточка шо же такого натворил то у моего дедушки тоже в апреле день рождения да мы нас много апрельских нас просто так не взять вот что там еще пишут перевертот что там за перевертот я устроил жизни даже не знаю как это знакомый сергей расскажите о себе овен ну лично я так телец и ленин ленин 22 апреля тоже телец это гитлер овен там 20 апреля родился а мы вот а мы с лениным ну как же не знать то тоже родом из апреля отменят гринку будем беженцами что делать я вам скажу беженцами быть совсем не так плохо посмотрите на меня совсем такой типичный 29 апреля мой сын родился у меня папа родился 29 я 28 отец мой 29 эти мы с вами тельцы у нас у тельцов особое братство я хочу сказать как сейчас на украине с визами я честно сказать затрудняюсь поскольку я не на украине и никакого отношения к визам тоже не имею думаю что хреново с визами как сработает эстера в северной каролине а шикарно в северной каролине я бы сказал даже так вот многие штаты могли бы даже позавидовать то есть там есть шарлот столица и там есть там еще есть вот этот треугольник знаменитый раллой там тоже хорошо какие планы да какие планы дальше приехали учиться вот такой план у него приехал учиться приходит и говорит можно к вам заглянуть я думаю хрена себе человек там я заняты я так смотрю на него подозрительно что скажете о штате айова но в рифму ничего не скажу так значит штата йова там неплохо вот так почти почти в рифму штата йова штата йова ну холодина там зимой и скользко и так сельскохозяйственный штат я у меня есть друзья которые там живут прекрасно себя чувствуют как с английским у сергея скажите что эти по-английски пусть не забывает учить коды css вот ты ё-моё серьезно css а зачем ему думаю с чего-нибудь простого наверное начать да я кстати тоже зарплаты пусть начнет да когда решил ехать сюда начал сначала javascript учить и html так потом просил думаю надо начать наверное с чего-то сразу деньги дают сразу немного вот нас 60 человек интересно сколько в этом году на h1b заявок будет я вам скажу один хрен разница но сколько будет столько будет значит делать не в том сколько заявок будет а в том сколько их пройдет то есть конечно можно сказать что вот вероятность прохождения зависит от количества заявок я думаю что если в прошлом году было так что-нибудь типа четыре к одному то в это может быть и пять и шесть как с жильем около школы много вариантов вот сейчас скажу ну пока нашел один только доступный вариант который я сегодня пойду смотреть да и еще мне в двух местах сказали что только с апреля будет но он когда пришел ему настя говорит вот тебе список а список было внушительный вот обзванивай со списка члена наверно десять десять человек было но вот пока так как с это работой в сакраменто сакраменто работа есть но это как бы не 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 ближний край это два часа от нас почем это то что вы там нашли жилье то но там в основном 1 1 бедрунные где живут три четыре человека вот мы так шестьсот пятьдесят шестьсот а вот то что там на карточке было написано пятьсот восемьдесят вот я и пойду смотреть сегодня вот понял муж пытался забрать дочь по студенческой визе ей отказали в украине я приехала по визе невесты ага женщина приехала по визе невесты а дочь не пустили по студенческой в школе учит автоматическое тестирование как же обязательно учат значит что сказать не пустили дочь я про визы ребят ничего не знаю это нужно со специалистами по визам не обязательно даже адвокатами но просто со специалистами там турагентствах люди знают как сергей смотрит на понижение соц статуса после падения нефтянки нечего сказать падал статус то или как я даже не понимаю как он статус упадет на каком я был стал вместе с деньгами наверное ну если доллары переводить то я и меньше получал так летом будет full time программа вашей школе каждые девять недель у нас full time программу 9 недель прошло full time 9 недель прошло full time чё ж пускать если потенциальный иммигрант про говорят про дочь но дело в том что потенциальный иммигрант женщины которая вышла замуж в сша это как бы вполне такой достойный иммигрант чё так татьяне прицепились ты смотри у нас столько девушек симпатичные вот только татьяну им подавай после нефтянки в тестера у ё-моё да ничего страшно я думаю да он за день за деньги готов тестировать что модно сейчас пойти модно все что угодно татьяну по визам а другую татьяну богданова я понял и богданова можем позвать пусть воссоединяется по семье тогда мы к вам летом пожалуйста только нам не всех берут надо еще интервью пройти впечатление спрашивает когда впечатление в америке я здесь был как турист за году по элефорне ездил все вообще шикарные были ощущения все нравилось а вот сейчас совсем другие ощущения то есть я приехал ну конечно же нет такого воодушевления как было приехал надо искать себе квартиру надо искать себе заботу надо искать работу понимаешь то есть приехал с теми деньгами да и что сейчас то они будут уменьшаться уменьшаться такие ощущения пока надо готовые вопросы решить как говорят не путай туризм с эмиграцией вот туристам то ему веселее было а как на онлайн-курс попасть а в скайпе мне нужно написать значит если вы если вы хотите попасть на онлайн-курс вы пишите мне в скайпе хочу на онлайн-курс я вас включаю у нас все происходит в скайпе моя кликуха в скайпе м портнов одним словом как м от михаила и портнов как портнов буква б на конце началась рутина каждый день это и есть жизнь и какая жизнь друзья какая жизнь до быть и весь собеседование будет сказать в онлайн-классе нет собеседований в онлайн-классе вы три урока посещаете без денег а потом решите значит участвовать или нет тогда уже платье да пока молодой человек в саршава приехал по лотерее до миша привели пишет нам наталья из флориды до 10 лет ждать воссоединения хотели раньше понял замуж выйдите ребенка девочки все равно замуж надо выходить через какое время после обучения у вас можно найти работу хотелось бы рассчитать сумму даже не пытайтесь потому что как у других будет мы не знаем как у вас будет мы не знаем у каждого это своя история есть такие что приехал через месяц работает таких случаев есть три-четыре месяца наверное но есть и бывает меньше бывает больше по разному какие языки программирования набирают популярность вот даже не знаю так значит там муреночки всякие приветы передают свифт да ну в общем главное чтоб хорошо уметь что-нибудь делать не когда язык модный а когда человек умеет на нем работать вот когда умеет тогда любой язык как бы хорошо востребован вы смотрели супер бол нет какой там супер бол шо вы такое говорите иди впереди скоп тут на непонятном языке говорят так надо было про дочь сначала подумать а потом невесту делать друзья дочь видимо взрослая да так взять хотела муж ее на работу к себе фирма маккино это нужно доказать почему не американцы берут не выдумывайте ничего не нужно доказывать доказывать нужно когда green card делаешь надавать объявление и так далее когда ты просто берешь человека на работу и делаешь ему рабочую визу доказывать ничего не нужно адвокат так сказал бы его неправильно поняли михаил когда перископ с вами снимать будем то вот же мы снимаем а там еще с кем-то ну как скажете так и снимем нужно рассчитывать на себя хотят к вам прийти спасибо сказать а так как приходите чё вы не приходите то в любой момент прям приходите и заснимемся значит когда ты делаешь рабочую визу доказывать что ты не можешь найти человека на местности не нужно это нужно делать потом когда ты делаешь чеку green card это это доказательство но смехотворное там даешь объявление в каком-то источнике которые никто не читает и потом придет 10 резюме и ты пишешь почему эти люди тебе не подходят и все это это чисто технический процесс я это делал сам не вопрос киностудия какая-то после американского колледжа реально получить h1b смотря какого колледжа и смотря какой студент вообще да но просто после колледжа же есть возможность поработать без h1b несколько лет поэтому как бы облегчается очень многое то есть работаешь там по продлению студенческой визы вот и пока параллельно ищешь себе h1b или невесту жениха там по всякому бывает реально да реально смотря какая профессия при незаконченном высшем при незаконченном высшем h1b не дают на украине тем более так я не знаю какие-то обрывки слов я не знаю что это значит наверное это незаконченное высшее на украине ну и шо теперь с ним разница а ходе хоть где незаконченное значит возраст сергея 31 холост холост как вы коротко сказали там галупо тревел какой-то а как пройти ваш тест можно это сделать онлайн до приезда онлайн до приезда у нас собеседование в ю-тубе в ю-тубе в скайпе не надо тест проходить собеседование я вы выехала с мальчиком ми а дочери уже 29 большая девочка ее не пускают значит девочку надо не по студенческой визе при привести а девочку надо вести по визе джей ван тройни тем более если у мужа бизнес значит надо по визе джей ван и она как бы на практику а там дальше уже будет видно что с ней делать смотрел видео говорят что иммиграционный адвокат я не понял проскочила иммиграционных адвокатов нет а есть только по уголовным делам лицензия только на это дают правда ли это лицензия это лицензия а дальше человек специализируется в чем-то в иммиграционном праве например поэтому если он специализируется в иммиграционном праве так он иммиграционный адвокат, а если специализируется в бракоразводных процессах, значит он семейный адвокат. Рассматривал другие варианты, кроме грин-карсы? В США нет. Я собирался ехать в Австралию несколько лет назад по студенческой визе. Там у меня не срослось. Я получил визу, но меня по работе отправили в Африку, в Анголу. И как там в Анголе-то? Нормально, зарплата хорошая была. Так они что, все по-португальски говорят? Да. Да. Но хорошие, симпатичные они там? Нет, не очень. Злые? Злые, да. В Анголе? Очень, да. Ну, местное сирене прям некомфортно с ними. Злые, ну, к белым плохо относятся. Да вы что? А белые как? Белые ко всем хорошо относятся. Так что же вы в Анголе? Нефть добывали? Нефть добывал, да. Я в своей компании поехал, в той, которая в России работала. Понял. А потом кризис начался, меня сократили. Вернулся в Москву. Стал работу искать. Уже не думал, что я поеду куда-то за границу. Как в Африке в целом, если вот людей оттуда убрать, как там вообще в Африке? Ну, бедно очень, болезни все не организовывали. А вот так, чтобы природа, может быть? Ой, ну, вот именно в Анголе, что-то говорят, там даже животных никаких диких не осталось, все съели. Так, Анголия. Ну, а что же там есть-то? Чуть ниже есть Бацвана. Там говорят, хорошо. А девки симпатичные есть? Да, ну, вот как-то не очень. Мне не понравится. Я хотя ехал туда без всяких предупреждений, то есть, я... Да. Последствия протеида. Вот оно оказывается, что. Довели их португальские колонизаторы. Мы из Майами хотим к вам приехать учиться. А я вам не запрещал. Вы только это самое. Давайте интервью проходите. Играю пять лет в ДВ там чего-то. Второй раз стал папой. Чем дольше играешь, тем больше детей можно за это время родить. В пятницу будете в офисе. А чего же? Конечно. Мы приедем. Приезжайте. Вы увлекаетесь машинами. Это, наверное, к вам вопрос. О, вот сейчас машину выбираю. Кстати, вопрос-то к вам. Как мне машину купить? На креклисте. Это вам ребята расскажут у нас в офисе. Они все расскажут. У нас вот там... Какие студенты? Нет, нет, нет. У нас есть сотрудники. Покажем. По нефтянке работать не рассматривал, Сергей? По нефтянке. Я знаю, что у нас сейчас все тут. Ну, по крайней мере, мои коллеги, которые здесь в США работают, сказали, что у них сократили до 30% персонала. Поэтому не очень много вариантов. Не до российских нефтяников сейчас. Я международный нефтяник. Да. А в Анголе? В Анголе. Да. Я вообще работал в иностранных компаниях. Так. Ну, как там в иностранных-то? Лучше, чем в российских. Хорошо, да. Очень хорошо. Мы прилетаем в обед сразу к вам в школу. В обед нормально, как Сергей в Америке. Но он уже говорил, что в хлопотах он. В хлопотах. В хлопотах. Как турист был до этого, хорошо было. Да, с хлопотой все закончатся и буду наслаждаться. Так. Ладно. Давайте мы будем трансляцию нашу так как-то завершать. Друзья. Я, значит, должен на appointment переключаться. Дают ли J1 для специалистов, конкретно тестеров? Конечно, дают. Я сам делал. Что ж там. Вот. Давайте я буду завершать нашу беседу. Вот. А мы с Сергеем еще отдельный сюжетик снимем. Хорошо? Стресс-одиночество. Как спрашиваете? Стресс-одиночество у вас. Он только приехал, какое у него одиночество. Не пугайте меня. Еще пока не очень. Он еще не дошел до стресса-одиночества. А у нас тут столько девчонок симпатичных. У него одиночество ему не светит. Хотя они, надо сказать, строгие, серьезные. И говорят, сначала бабки, в смысле, зарабатывать начнем. А потом уже вот любовь и морковь. Но это я думаю, что это только потому, что нет правильной любови и моркови вот рядом. Потому что как только появляется правильная любовь и морковь, сразу карьера уходит на второй план у многих. Все, Сергей, вам удачи. Спасибо. А я, значит, со всеми прощаюсь. И мы отправляемся по разным делам. Счастливо. А мы, говорят, в марте приедут. Спасибо. Друзья, пусть не иссякнет поток приезжающих. Всех в перископ, на камеру и так далее. Все, Сергей, вам удачи. Вам тут поцелуйчики. Надо девушка. Нет, никто не шлет. Никак не шлет. Он там прям все в этих чмоках. Ты вал, наверное. Да, мне тоже неплохо. Пусть и мне будет. Вот. Я хоть и постарше, но тоже не чужд, как бы, внимание. Счастливо.